Сарга вторая. О причине полного спокойствия. Валмики продолжил. Затем лек луны начал терять свою яркость, и тьма ночи стала таять, как желания и обусловленности пропадают с пробуждением понимания. Восходящее солнце поднялось над горными пиками на востоке, напоминая сияющую корону на голове. Вбирая в себя капли росы, подул утренний ветерок. Он как будто достиг луны и понемногу сдувал с нее лунный свет. Рама, Лакшмана, Шатрукхна и остальные поднялись с постели и выполнили утренние молитвы. Затем они последовали к благословленной обители Васишки. Они поклонились и омыли ноги муни, вышедшему из своей обители, после утренних молитв. Скоро обитель Мудрого заполнилась другими мудрецами, брахманами, принцами и начальниками, слонами, лошадьми, колесницами и повозками. Затем лучший из мудрых последовал ко дворцу Дошарадхи в сопровождении армии Рамы и всех остальных. Там, уже выполнив сначала все утренние молитвы, великий царь уважительно приветствовал мудреца, издалека выйдя ему навстречу. Все вошли в зал собраний, изысканно украшенный гирляндами цветов, бесчисленными жемчугами и драгоценностями, и заняли свои места. Все слушатели из небожителей и земных обитателей, присутствовавшие вчера, пришли снова. Войдя в зал, все благожелательно приветствовали друг друга и замолкали. Царь со своим окружением напоминал лотосы в безветренную погоду. Йоки, брахманы, риши, муни, царь и принцы, как и раньше, заняли соответствующие порядку места. Негромкие звуки приветствий затихли, и придворные поэты, сидящие в углах зала собраний, окончили свои восхваления. Солнечные лучи проникли в зал через окна, как будто тоже стремясь поскорее послушать учения. Звон ударяющихся жемчужных браслетов на руках утих, как будто погрузившись в сон. Как с благоговейным ожиданием Кумара смотрел на Шиву, кача на Брихаспати учителя Паков, как прохлада смотрел на Шукру и Горуда на Вишну. Так Рама смотрел в лицо Васиштхи, и спокойный взгляд его устремленных глаз напоминал черных пчо, привлеченных прекрасным распустившимся лотосом. Мудрый Васиштха, знаток речи, начав с того, на чем вчера окончилась речь, обратил свои слова к Раме, способному понять смысл сказанного. Васиштха спросил. О, Рама, потомок Раку, помнишь ли ты мои слова, сказанные тебе вчера, полные глубокого смысла и служащие пробуждению к истине? Сейчас для твоего понимания, о победитель врагов, я еще раз объясню тебе это. Слушай внимательно для достижения полного совершенства. Океан Самсары можно пересечь с помощью практики бесстрастия и пониманием истины. Поэтому практикуй бесстрастие. При пробуждении к окончательной истине пропадает непонимание, и когда прекращаются обусловленности и желания, достигается состояние бесстраданий. Не существует разделения в пространстве, времени и всем остальном. Нет разделения на противоположности. Есть только недвойственный прахман, который кажется разделенным миром. Когда все существующее, казавшееся разделенным, узнается как только прахман, неподвижный и одинаково присутствующий во всем, откуда может возникнуть двойственность. Познав Брахмана, освободившись от чувства эго, зная свою безграничность и нераздельность, оставайся в блаженстве собственной природы, зная себя как спокойное, чистое сознание. Нет ни разума, ни невежества, ни понятий, ни индивидуального существа, урама. Это все только понятия, возникающие в Брахмане. Все наслаждения, все видимое, разум и все его желания, все есть только бесконечный Брахман, раскинувшийся, подобно океану, бесконечными формами. Все видимое в преисподней, на земле и на небесах, в травинке, в живом существе и в пространстве, есть высочайший Брахман, чистое сознание, и ничего другого. Желаемое, нежелаемое, родственники, статусы, тело и форма, все есть только безначальный и бесконечный Брахман, чистое сознание, раскинувшееся, бесконечными формами, подобно океану. Пока остаются невежественные фантазии, пока есть ощущение отдельности, пока есть уверенность в этом запутанном мире, до тех пор остаются и понятия разума, пока ощущение «я» относится к телу, пока «я» воспринимается как видимое, пока есть уверенность, что это мое, до тех пор разум продолжает заблуждаться, пока в компании не привязанных ни к чему мудрых не понимается собственная безграничность, пока не уничтожено невежество, до тех пор продолжается ограниченность разума, пока безграничное чистое видение не поколебало восприятие этого мира, заблуждения и желания разума будут разрастаться, пока продолжается слепота невежества и зависимость из-за стремления к объектам, фантазии и заблуждения разума будут только расти, и пока ядовитый аромат желаний наполняет лес сердца, птица самоисследования не прилетит туда. Заблуждения разума прекращаются у того, чей разум безразличен к удовольствиям, спокоен, прохладен и чист, а сети желаний уничтожены. Человек, оставивший иллюзорные заблуждения, познавший бесконечное неподвижное чистое сознание и успокоивший разум, пробуждается, оставив понятие о реальности разума. Тот, кто смотрит на собственное тело, как на нечто далекое, несуществующее, нереальное и никчемное, может ли поверить в существовании разума? Кто познал истину безграничного чистого сознания? Кто видит все формы как самого себя? Для кого весь мир растворился в себе? Тот не заблуждается в понятиях ограниченности. Когда ограниченное восприятие, от которого в себе возникают иллюзорные заблуждения, прекращается, когда восходит прекрасное солнце высочайшего видения недвойственности, тогда знай, что разум пропал, как тает масло в огне, и не появляется снова, как вскоревшие сухие листья. Состояние разума великого, освобожденного в этой жизни Дживан Мокты, знающего и бесконечное, и ограниченное, называется сатвой. Склонности и понятия, остающиеся в теле еще живущего, освобожденного Дживан Мокты, нельзя считать разумом, ибо он стал чистой сатвой. Такие мудрецы не имеют ума и постоянно пребывают в непоколебимом спокойствии. Без усилий оставаясь сатвой, они живут и действуют с легкостью, как будто в игре. Даже действуя в мире, они остаются сатвой в спокойствии и равновесии, с успокойными чувствами. Они всегда видят свет сознания, пребывая вне понятий о двойственности и недвойственности. Обращаясь в себя, они сжигают в огне чистого сознания солому всех трех миров, и в этом жертвенном огне пропадают все заблуждения разума этих мудрецов. Сатвой называется разум, очищенный самоисследованием, в котором боли не может возникнуть заблуждение, как прожаренное семя не может прорасти. Пока разум заблуждается, он является причиной повторяющихся рождений, но когда он пробуждается, он превращается в сатву. Твой разум сгорел в огне мудрости и больше не появится вновь. Достигнув того, чего следует достичь, он стал сатвой. Как трава после пожара или дерево, срубленное топором, скоро прорастает вновь, так разум скоро вновь прорастает с желаниями. Но если пробужденный чистый разум сгорает в огне самопознания, он не возникает снова. Этот мир есть только величайший прахман. Мир есть иллюзорное проявление прахмана. Между ними нет разделения, как нет разделения. Между прахманом и бескраничным сознанием. Все три мира пребывают в чистом сознании, как острота в перце. Нет границы между чистым сознанием и мирами, и потому все понятия о существовании и несуществовании являются заблуждением. Слова и их значения только понятия, а не чистое сознание. И существование, и несуществование основаны на чистом сознании, поэтому оставь понятия и о существовании, и о несуществовании. Видимость не обладает сознанием и не существует. Почему ты тогда печалишься? А когда не существует несознательная видимость, откуда взяться иллюзии мира? Если ты понимаешь, что все всегда есть только чистое, бесконечное и безначальное сознание, тогда откуда взяться в нем иллюзия? Ты есть чистое сознание, ты неделим, тебе нет пар противоположностей. Вспомни свою изначальную великую природу, не принимай себя за ограниченность, забыв о своей природе. Ты есть та истина, которой являются все частности, ты есть природа всего, ты есть чистое сознание, ты есть сам Брахман, ты есть только высочайшее, непрерывное чистое сознание, и ты есть даже многообразие и несуществование, ты есть и то, и это, и не то, и не это, ты есть самоочевидное, существование, существование, различные объекты, не ты, и ты не они, ты есть то, что ты есть, приветствую тебя, о чистое, нераздельное сознание, ты есть безначальное, и бесконечное, плотное, и нераздельное, бесконечное, чистое сознание, прозрачное, как пространство, приветствие тебе, в котором безусильно, появляются все миры, как в кристалле, безусильно отражаются любые объекты. Такова Сарга Вторая о причине полного спокойствия первой части книги Шестой об освобождении Маха Рамаяны Шри Ивасишки, ведущей к освобождению записанной в Алмике. Продолжение следует...